Десятого февраля Стелли исполнилось 28. Главным подарком в этот день для нее стало рождение дочери Евы. Сама Стелла, кстати, тоже родилась в день рождения своей мамы. Здесь все очень хорошо, персонал очень внимательный и, соответственно, выполняет свою работу на ура. Поэтому здесь рожать одно счастье. У Стеллы это уже вторые роды. Сыну год и 8 месяцев. Но даже по сравнению с 2019 годом молодая мама видит положительные изменения. Первое изменилось то, что стали индивидуальный родзал, что очень прекрасно для мамы, потому что она находится одна. То есть это хорошо. И изменилось то, что ребенка выкладывают на грудь, то есть он находится с мамой. Добрый день, Катюш. Мы рады вас приветствовать у нас в отделении. Вот, будем с вами работать. Кате роды предстоят через месяц. Ей 38. Для нее это тоже второй ребенок. Сама она из Краснознаменска осознанно выбрала Одинцовский роддом. Один из лучших в Подмосковье. Ежедневно здесь проходит по 9-10 родов. В родильном блоке работают три врача. Штат укомплектован полностью, причем высококлассными специалистами, которые внимательны к своим пациенткам. По большей части ведь это же молодые пациентки, которые, может быть, до родовспомогательного учреждения ни разу не переступали порог медицинского учреждения. Есть некий страх. Так вот, наша задача, чтобы в стенах нашего учреждения мы как можно меньше были похожи на медицинское учреждение, как можно больше мы были похожи на учреждение, где рождается желанный ребенок в желанное время вместе с семьей. Все родильные залы в роддоме теперь индивидуальные. Пациентка может свободно перемещаться по нему, пережидая схватки, посидеть на фитболе или выполнить упражнения на коврике для йоги. В одном из залов даже есть джакузи, предусмотренная возможность присутствия партнеров. В Одинцовском роддоме взят курс на минимальную дородовую госпитализацию. Даже при оперативном вмешательстве она проводится в день оказания услуги. Кстати, кесарево сечение в роддоме делают в 29% случаев, исключительно по медицинским показаниям. Мы должны дать качество, мы должны дать здорового ребенка с тем, чтобы пациентка по жизни всегда нас вспоминала только добрым словом. Поэтому и возможности диагностики на сегодня выше. И в связи с этим мы своевременно диагностируем проблемы и, конечно, идем в интересах матери и ребенка на оперативное родоразрешение. Средний возраст для первых родов сегодня сместился к 28 годам, для вторых – к 33-35. Для роженец в Одинцовском роддельном доме есть все необходимое современное медоборудование. Здесь работает кабинет УЗИ, где молодая мама может наблюдать за внутриутробным развитием малыша на большом экране, расположенном прямо перед ней. Имеется круглосуточная лаборатория, там сделают все необходимые анализы, в том числе экспресс-тесты на коронавирус. В связи с эпидемиологической ситуацией палаты в послеродовом отделении рассчитаны на одного-двух человек, туда же приносят еду. В роддоме есть отделение патологии беременных и новорожденных, реанимации новорожденных и взрослых, приемное отделение, где работает отдельный врач. Выписка молодых мам проводится на третьи сутки после естественных родов и на четвертые после оперативного вмешательства. А после ремонта, который запланировано провести в мае-июне, в каждом индивидуальном родзале появится еще и санузел. Девочки, пожалуйста, welcome в наш замечательный Одинцовский современный родильный дом. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.